Всегда открытый канал, чёрту, хэпи-энд-а! Всегда открытый канал, чёрту, хэпи-эй-эй-эн-да! Всем привет! Меня зовут Алина, вы на канале Читать Нельзя Сжигать. Сегодня начинаю для вас записывать новый для себя формат 3х3. Изначально на Буктюбе подразумевается, что в этом формате мы берем каждый день новую книгу и прочитываем ее по возможности до конца. Я решила пойти немножко другим путем. Да, каждый день будет новая книга, но я даже не пытаюсь ставить себе целью прочитать ее до конца, потому что книжки я решила выбрать, ого-го, какие, вот эти. У меня на полках накопилось уже, ну, очень много непрочитанных, толстенных сборников. Вот в этой серии большие книги, причем в основном эти сборники состоят из малой прозы, и, наверное, вы со мной согласитесь, если дома на полках очень много непрочитанных книг, до малой прозы руки обычно доходят всегда в самую последнюю очередь. Это очень грустно, это очень печально, потому что здесь у меня Чингис Айтматов, Валентин Распутин и мой любимый Уильям Сараян. Почему бы не совместить приятное с полезным или популярное на Ютубе с совершенно нетрендовыми книгами? Давайте попробуем это прочитать. Я выбираю одну книгу на сегодня, и начну я с Валентина Распутина, и начинаю ее читать. Вот сколько успею сегодня прочитать, столько и успею, постараюсь, конечно же, побольше. Завтра с утра при хорошем свете обязательно расскажу о том, что я успела прочитать, какое на меня это произвело впечатление, и выберем книжечку уже на послезавтра. С Валентином Распутиным я на данный момент, кажется, вовсе не знакома, и меня очень привлекает именно заглавное произведение «Прощание с матерой», поэтому начну я именно с него. В этой книге оно занимает около 150 страниц. Если успею, то прочитаю что-нибудь еще из рассказов. Ну и поехали! Ребят, ну что я могу сказать? Этот трехдневный забег начался просто замечательно. Во-первых, небольшое лирическое отступление по поводу моих математических способностей. Помните, я вам вчера сказала, что здесь около 150 страниц? Нет, их 180. Мелкого шрифта, мелкого межстрочника и небольших полей. Вывод делаем такой. Кроме «Прощание с матерой» я ничего не прочитала, и то дочитывала уже в ночи. Меня эта книга полностью захватила и очень сильно порадовала. Давайте сразу так на берегу определимся, что книжечка, конечно, не для всех русская классика в своем таком достаточно тяжелом воплощении. Речь у нас здесь пойдет о небольшой деревне Матера, которая расположена на острове. Остров этот в самое ближайшее время должен быть затоплен. Это связано со строительством новой ГЭС. Основалось поселение на острове около 300 лет назад, и с тех пор люди жили на нем поколениями и прямо-таки корнями врослись в эту землю. Жителям Матеры предлагают несколько вариантов переселения. Можно перебраться в небольшой город, можно в соседский поселок, но при этом они потеряют вот эту свою связь с землей. Потеряют, конечно же, свои избы, в которых рождались, росли и умирали поколения. Вот эта тема затопления жилого поселка, она была в достаточно посредственной книжке Джона Ленгана «Рыбак», которую я не так давно читала. И вот во всей той книжке эта тема, наверное, поразила и заинтересовала меня больше всего. И там, и здесь сюжет основан на реальных событиях. Также тема потери своей родной земли была замечательно поднята у Стейнбека в «Гроздьях гнева». Тоже она меня там потрясла до глубины души. Насколько на самом деле человек может прикипеть к одному конкретному клочку земли. Основные герои этого произведения прожили в этой деревне всю свою жизнь. Это, как правило, уже глубокие старухи и старики. Это определенно трагическая драматическая повесть. Она еще и о смене целой эпохи. Из этой древней деревни, в которой абсолютно нет никаких благ цивилизации, стариков пытаются перевести в обустроенные квартиры, где и газовые плиты, и туалет в помещении. То есть Распутин здесь также затрагивает тему прогресса, тему смены поколений, смены уклада жизни. Здесь просто идеально передан быт вот этой глухой, богом забытой деревни. Философия у жителей этой деревни крайне простая. Счастье в земле. Хлеб, картошка равно жизнь. И на первый взгляд это и есть основные мысли, которые занимают жители матеры. Базовые человеческие потребности. Но вместе с тем мы здесь увидим довольно много, пусть и деревенской, но глубокой философии от лица Дарьи. Также хочется сказать, что язык здесь, конечно, специфический. И Распутин совершенно потрясающе передал именно этот деревенский говор. Здесь есть очень мощные трогающие сюжетные повороты. Чего только стоит та сцена, когда старухи узнают, что на кладбище происходит какой-то разгром, бегут туда. И действительно видят, что рабочие подготавливают остров к затоплению. Они повыдергивали все кресты и все памятники. Глубоко трогающая сцена, глубоко трогающие размышления этих древних старух. Помимо драмы и деревенской философии в повести также нашлось небольшое место и для юмора. Одно это слово заменяло ему добрую тысячу, без которой никакой другой человек не смог бы обойтись. Богадул прекрасно обходился. Поляк он был или нет, только по-русски он разговаривал мало. Это был даже не разговор, а не хитрое объяснение того, что нужно, многожды приправленное все той же Курвой и ее родственниками. Мужики бывало матерились почудней, позаковыристей, но никто не ругался с такой сластью. Он не выпускал как попало, а любовно выпекал мат, подлаживая, подмасливая его, сдабривая его лаской или злостью. И то, что у других выскакивало как пустячное и привычное ругательство, которое и до ушей не доходило, а подало по дороге, у Богадула заключало весь смысл, все его доскональное отношение к предмету разговора. Хоть и редко, но случалось все-таки, что Богадул разговаривался со старухами. Правда, и тогда Курва на Курве сидела и Курвой погоняла. Ну, прекрасно же, правда, я вот просто от уха до уха улыбалась, когда читала этот фрагмент. Кстати говоря, эта повесть меня еще и удивить смогла. Здесь есть небольшое наличие также и магического реализма. Вот скажите, вы же тоже удивлены сейчас, правда? Книгу рекомендую всем, кто неравнодушен к классике или к деревенской прозе. Ну, а уж если вы любите и то, и другое, то почему же вы ее вообще до сих пор не читали? Я, например, этим вопросом вчера весь день задавалась. Распутина будут читать и дальше, хотя чтение не самое простое, не самое легкое и расслабляющее. Я думаю, что в ближайшее время к нему не вернусь, но в целом автор меня впечатлил. Вот такие дела, ребята. На сегодня я взяла книжечку Чингиза Айтматова, вот эту. Хотела изначально взять роман Плаха, но посмотрела, он там около 250, кажется, страниц занимает в книге. Я точно не успею, к тому же у меня уже дело к вечеру идет. Да, я для себя выбрала здесь повесть под названием Джимиля и еще одну повесть «Тополек мой в красной косынке». Ну что ж, я прочитала обе запланированные повести и одну из них я даже частично прослушала в аудио формате. Я сейчас говорю о повести «Тополек мой в красной косынке». Я оставлю обязательно имя чтеца в описании к ролику, потому что это было что-то прекрасное. Настолько идеально подошел голос, тембр и интонации чтеца к этой повести, что она меня увлекла и не отпускала просто с первых самых строк. Давайте именно с Тополька и начнем. Это небольшая повесть, которая в этой книге занимает меньше 100 страниц. И здесь воплощен такой любопытный прием, как рассказ в рассказе. Да, мои подписчики уже знают, что я этот прием лично не очень-то люблю, но здесь он воплощен очень гармонично. Одеяло не перетягивается с одного рассказа на другой. События здесь, конечно же, происходят в Киргизии, потому что Чингис Айтматов киргизский автор. Наш главный герой, мужчина уже в возрасте, работающий журналистом, и на своем жизненном пути он встречает достаточно молодого мужчину лет 30, который отказывается его подвести. Ситуация, как я понимаю, достаточно необычная для Киргизии тех лет, поэтому наш главный герой надолго запоминает отказавшего ему мужчину, долго о нем думает. Спустя некоторое время они встречаются вновь, и вот тогда молодой мужчина рассказывает свою историю. История эта очень трогательная и щемящая. Изначально речь у нас идет о настоящей любви, которая вспыхивает, как свечка, тогда, когда ты ее абсолютно не ждешь. История девушки, которую семья с самого ее рождения уже отдала, пообещала, посватала замуж за сына близких, знакомых. Вначале эта история может вам показаться даже несколько слишком сладкой и слишком замечательной для того, чтобы быть правдой. Но то, как события будут развиваться дальше, а дальше будет и драма, будет место неправильным поступкам главных героев. Вот именно это, пожалуй, сделало эту повесть одной из моих любимых, очень меня тронувших. И я крайне-крайне рекомендую вам, даже если вы никогда не планировали читать Чингиза Айтматова, просто попробовать послушать именно эту повесть под какие-нибудь домашние дела. Что в этой повести замечательно, так это то, что несмотря на основную тему великой, возвышенной, внезапной любви, она абсолютно гендерно неориентирована и понравится мужчинам, я уверена, ничуть не меньше. Еще одна повесть, которую я прочитала в этой книге, это Джамиля. Эта повесть еще меньше, занимает около 40 или 50 страниц. Вам не составит труда прочитать ее в один заход, и повесть тоже весьма неплохая, хотя произвела на меня чуть-чуть меньшее впечатление. В этой повести события будут происходить в киргизском Аиле во времена Второй мировой войны. Все мужчины отправились на фронт, и в Аиле остались только женщины, дети и старики. На их плечи легла непосильная работа. Они выращивают зерно, выращивают хлеб, работают в полях. Я и сейчас еще помню, как тяжелы были мешки, которые я носил на плечах. Такая работа под стать самым крепким мужчинам. Я шел наверх, балансируя по скрипучим, прогибающимся доскам трапа, намертво закусив зубами край мешка, чтобы только удержать его, не выпустить. В горле першило от пыли, на ребра давила тяжесть, перед глазами стояли огненные круги. И сколько раз, ослабев на полпути, чувствуя, как неумолимо сползает со спины мешок, не хотелось бросить его и вместе с ним скатиться вниз. Но сзади идут люди, они тоже с мешками, они мои ровесники, такие же юнцы, или солдатки, у которых такие дети, как я. Если бы не война, разве позволили бы им таскать такие тяжести? Нет, я не имел права отступать, когда такую же работу выполняли женщины. Наш герой совсем еще юный мальчик, подросток. Джамиля это его так называемая старшая сестра. На самом деле это жена его сводного брата. В этой книге вообще достаточно сложные семейные отношения. Джамиля молодая, красивая девушка, абсолютно не похожа на остальных проживающих в Аиле. У нее свои взгляды на жизнь, она остранный язык, она однозначно обладает харизмой, которая сочится даже со страниц этой книги. В большей степени, конечно, эта история тоже о любви, о настоящих ценностях, об умении сделать правильный выбор, который подсказывает тебе сердце. Мне в этой книге крайне понравился один отрывок. Здесь речь пойдет о солдате, который вернулся с фронта раненым, и он идет по полю и поет песню. И больше всего меня поразило, какой страстью, каким горением была насыщена сама мелодия. Я не знал, как это назвать, да и сейчас не знаю, вернее не могу определить, сколько ли это голос или еще что-то более важное, что исходит из души человека, что-то такое, что способно вызвать у другого такое же волнение, способно оживить самые сокровенные думы. Вот именно это чувство я испытываю, когда читаю книги таких писателей, как Чингис Альфматов. Это что-то доброе, это что-то душевное, это что-то проникающее в самую глубь тебя. И объяснить это словами, не скатываясь в абсолютнейшей банальности, просто невозможно. Возможно, меня творчество Чингиз Альфматова трогает так сильно, потому что, когда я читаю его книги, у меня есть ощущение, что я разговариваю с собственным отцом. Шоферы здесь крутят баранку. Люди всегда готовы остановиться и прийти друг к другу на помощь. И каждая молодая женщина по-своему прекрасна. Для меня это была абсолютная любовь с первой повести. Конечно, все люди разные, и нет никакой гарантии того, что отзывающаяся во мне так сильно не покажется вам банальным и скучным. Но для меня Чингиз Альфматов однозначно просто влетает в топ полюбившихся писателей. Я думаю, что эта книжечка будет прочитана в самое ближайшее время до конца. Ну и на завтра у нас остается вот эта книга Уильяма Сырояна. Я пока точно не знаю, какую повесть я возьму. Подумаю об этом завтра. Три повести у меня остались не прочитанные в этой книге. Ну, посмотрим, посмотрим, что меня ждет. Ну что ж, я завершаю свой марафон книгой Уильяма Сырояна и конкретно его произведением «Мальчики для девочек, девочки для мальчиков». В итоге выбрала для чтения именно эту повесть. В ней около 130 страниц. Здесь у нас очень много диалогов. Текст достаточно скуп на описание. И поэтому читается, конечно же, книга быстро. Но, к сожалению, это совсем не делает ее хорошей. Хорошей. Увы, я должна с грустью сообщить вам, что да, у Уильяма Сырояна тоже есть провальные произведения. Вот конкретно эта вещь мне не понравилась совсем. Давайте немножечко вам объясню, кто вообще такой Уильям Сыроян. Это писатель, которого традиционно относят к американским и ставят в один ряд с такими мастодонтами, как Фолклорг, Стейнбек, Хемингуэй и так далее. Писатель просто замечательный. Но я все-таки не согласна с тем, что он американский. Да и сам Уильям Сыроян всегда говорил о том, что он армянин, и душа у него армянская, и поэтому писатель он армянский. Несмотря на то, что его семья эмигрировала в Америку, и именно там он прожил всю свою жизнь, он чувствовал вот это духовное единение со своим народом. И я считаю, что он это все-таки в своих произведениях замечательно передает. Если вы хотите познакомиться с этим писателем, я категорически рекомендую вам человеческую комедию. Это его лучшая, наверное, вещь. Вообще я хочу сделать отдельное видео у Уильяма Сырояна. Я бы поговорила об этом писателе подробнее, потому что мне кажется, что он абсолютно незаслуженно малоизвестен, во всяком случае, на Буктюбе. Уильям Сыроян дарит мне примерно те же эмоции, что и у Чингиза Айтматов. Это, знаете, такая возможность очистить душу. То-то телевизор немного послушал краем уха новостные передачи, то зашел в интернет и почитал комментарии, разжигающие что-нибудь. И чувствуешь, что обляпался, что испачкался и хочется пойти помыться. Вот для этого лично мне нужны книги Айтматова, Сырояны, которые позволяют просто отдраять душу дочиста хотя бы на какое-то время. Немножечко расскажу вам о повести «Мальчики для девочек». Как я уже сказала, здесь очень простой язык, практически одни диалоги. Мало описаний, мало локаций. Книга достаточно камерная, и вот это все в своей совокупности создает впечатление театральной пьесы. Тематика поднимаемых проблем, то, как персонажи общаются друг с другом. Их речь, их фразы тоже достаточно театральны. Поэтому у меня от и до было однозначное впечатление, что я сижу в театре и смотрю какой-то достаточно артхаусный проект. Для тех, кто уже знаком с Сырояном по его более известным произведениям, возможно, самое начало этой повести станет, в принципе, шокирующим. Потому что здесь в главных ролях муж и жена, только что уложив спать своих маленьких детей, общаются друг с другом. И вот то, что они друг другу говорят, просто рвет у меня все мои шаблоны и представления о Уильяме Сырояне. Потому что здесь будет много пошлости, много тем ниже пояса. Конкретно жена будет допытываться у мужа с кем, когда и сколько раз и где. Для меня это было несколько шокирующим, хотя в целом я не ханжая и любые темы в литературе допускаю. Но именно это подать, что двое замужних людей, находясь в своей квартире, ведут такие очень личные разговоры. А мы еще и являемся невольными, в моем случае, свидетелями вот этих разговоров. То есть мы копаемся в чужом грязном белье. Далее к нашим героям приходят друзья, и они все вместе будут проводить время за бокальчиками крепких напитков. При этом градус пошлости не сильно снижается, но добавляется еще какое-то ощущение пьяного, неприятного угара. От другого, любого автора, будь это, например, Стивен Кинг, я читала бы это совершенно спокойно. Но Уильям Сыроян это что-то теплое и душевное. И вот на самой обложке буквально первая фраза, грустное и солнечное творчество. А тут все вот это вывернутое наружу грязное белье. Это повесть, конечно, в первую очередь о двух глубоко несчастных в браке людях. Мужчина здесь писатель, который уже 6 лет как не написал ничего достойного внимания. Жена здесь домохозяйка, наверное, она не занята вообще ничем. И особо ничем не интересуется, включая даже, кстати, собственных детей. Все ее мироустройство сводится к ее собственному мужу, которого она днями и ночами допытывает о том, любит ли он ее, любит ли он ее, любит ли он ее, красивая ли она, самая ли она красивая, красивее ли она вон той девушке и вот этой. Муж начинает сходить с ума от всего этого бреда, который творится вокруг него, потому что он человек несколько более интеллектуально развитый, нежели его любимая жена. Об этой повести обычно говорят, что она автобиографична и, честно говоря, я просто не вижу где, потому что оба главных персонажа показаны нам с достаточно неприятной стороны. И вот в главном герое мужчине я вообще не могу увидеть точку соприкосновения с тем прекрасным Уильямом Сараяном, которого я знаю. У меня возникало такое ощущение, что автор написал эту книгу, находясь в каком-то глубоком душевном кризисе. Потому что если эта повесть автобиографична, то автор явно ставил своей целью вытащить на свет Божий все свои самые неприятные, негативные черты. Чем у нас здесь занимается главный герой? Так это не очень успешными попытками что-либо написать, впрочем, не сказать, чтобы он действительно по-настоящему пытался работать. В перерывах между попытками что-то написать и успокоением своей жены он делает ставки на скачках, несмотря на то, что скачки уже довели его до глубочайших долгов. И он постоянно рефлексирует на тему, любит ли он свою жену или все-таки он ее ненавидит. Не буду вам больше рассказывать об этой работе Сараяна, потому что читаю ее достаточно проходной и неудачной. И, кстати, концовка тоже вызвала у меня некоторые недоумения, потому что общую мысль этого произведения я не вижу. Здесь, конечно же, множество тем интересных затронутых. Это и в целом тема литературы, что она должна из себя представлять. Тема творческого кризиса, тема спонсирования искусства, тема вот этих вот денег, получаемых за сотворение своих шедевров, тема кризиса среднего возраста. Конечно же, тема зависимости от азартных игр, тема семьи, любви. Здесь много всего намешанного, но в целом произведение вызывает скорее недоумение. Чтобы не смазывать свои впечатления об этом авторе в какую-то неправильную сторону, я решила также после прочтения повести прочитать еще немножко рассказов. У меня здесь сборник под общим названием «Меня зовут Арам», в который речь пойдет о молодом юном армянине по имени Арам, который проживает в Америке. Некоторые рассказы ведутся от его лица, некоторые от лица его многочисленных родственников. И в целом они всплетаются в какую-то общую картину, но однозначно каждый рассказ можно читать отдельно. Я прочитала шесть рассказов, то есть чуть меньше половины, и надеюсь, если все будет хорошо, то в мае я дочитаю и остальные. Более всего меня, пожалуй, впечатлили рассказы «Лето белого коня» про то, как вот эти молодые армяне, Арам и его кузен, украли лошадь у фермера. И все лето практически на ней катались, учились ездить, никому не открывая вот этой своей маленькой тайны, настолько вот их вдохновляла эта лошадь. Также замечательный лиричный рассказ «Гранатовая роща» о фермере, который, можно сказать, большую часть своей жизни положил на то, чтобы посреди пустыни и степи вырастить настоящую гранатовую рощу. Ну и, пожалуй, самый классный рассказ из того, что я успела прочитать, это «Старомодный роман с любовными стихами и всем прочим». Рассказ ведется от лица Арама, который помимо своей воли оказывается втянут в любовные романтические отношения между директором, кажется, и школьной учительницей. Насколько забавно и смешно это приподнесено, я практически смеялась в голос в некоторых местах. Рассказы Уильяма Сараяна очень короткие, занимают, как правило, 3-5-7 страниц, прочитываются очень быстро и с огромным удовольствием. Вот эти три, которые я перечислила, отлично подойдут для первого знакомства с Уильямом Сараяном. Вот такие книжечки у нас были сегодня. В общем-то, все три автора меня очень сильно порадовали, я буду продолжать читать эти сборники. Обязательно пишите, если вы что-то из этого читали, что именно вы читали, понравилось ли вам, мне это очень сильно интересно. И если вдруг вас что-то заинтересовало, то тоже пишите, мне будет как минимум очень-очень приятно. Было бы вам интересно в дальнейшем смотреть такие ролики о классике в малой форме. Я понимаю, что это не самый популярный жанр на Буктюбе. На этом я с вами прощаюсь. Большое, очень большое вам спасибо за просмотр, за все ваши лайки, комментарии. В общем, за все то, что позволяет каналу развиваться, меня мотивирует на съемку новых роликов для вас в большом количестве. Уже очень скоро на канале появится ролик о военных книгах для детей. В самое ближайшее время подписывайтесь, если вы еще нет. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok